Теперь подробнее о том, как столица отмечала 550-летие. В праздничные выходные республику посетила официальная делегация Кубы во главе с чрезвычайным и полномочным послом. В перспективах двухсторонних отношений мой коллега Дмитрий Ковалев. Солнце, пальма, море, Чагевара. Более ста работ оценили члены жюри регионального конкурса рисунков «Мечтаю о Кубе». Анна Карпова вдохновилась поездкой в столицу республики – город Гавану. На самом деле в Кубе очень похож на народ, потому что и мы, и они являемся общительными. Также они очень гостеприимны. И, например, если вы потеряетесь где-нибудь в Кубе, то можете спросить у любого человека, и он вам подскажет. В каждом рисунке – дух свободолюбивой Кубы. Чрезвычайный и полномочный посол Херардо Пеньальвер Порталь отметил, что эта выставка – большой шаг в укреплении дружбы между республиками. Это надо, чтобы наши юноши и девочки тоже начинали связываться друг с другом. Поэтому мы очень уважаем и приветствуем эту инициативу. И я думаю, что тоже будем стараться, чтобы наши дети на Кубе тоже рисуют о России. У республик друг к другу взаимный интерес отметил председатель правительства региона Иван Моторин. Вот уже два года в Чувашии работает общество дружбы с Кубой. И мы сегодня видим, что самое главное – это за то, что мы сегодня будем знакомиться с детским рисунком. Это в первую очередь говорит о том, что дружба с Кубой будет на долгие-долгие годы в Чувашии жить, процветает. Тестные контакты устанавливают и бизнесмены. Для Чувашии и Куба – ключевой торгово-экономический партнер. Товарооборот между республиками продолжает расти. Большим спросом на Острове Свободы пользуются электроника и бульдозеры. Задача предприятий – наращивать объемы экспорта, отметил Иван Моторин. Здесь было предложено господинам послом принять участие в межправительственной комиссии. Я думаю, и предприятия примут участие, представители бизнеса и представители госструктуры Чувашской. Там будут выработаны предложения по дальнейшему сотрудничать между нашими предприятиями. Совместные проекты стороны планируют реализовать и в области туризма. Россия является сегодня самым, так сказать, европейским рынком, который имеет большой рост. Поток туристов из России на Кубе увеличился в прошлом году в 30%. Гостей заинтересовал опыт республики в подготовке квалифицированных специалистов. Кадры для экономики куются в стенах Чувашского госуниверситета, в лабораториях предприятий. Понимая, что мы столкнемся с кадровым голодом, мы решили создать эту лабораторию. Причем мы взяли один из наших объектов. Полностью эта лаборатория уже была проверена нашими же наладчиками, испытана. В юбилейный день концерт кубинских артистов. Это подарок от Санта-Клары, города Побратима-Чебоксар. Снойные кубинские танцы в столице Солнечной Чувашии. На творческом бульваре Чебоксар царит потрясающая атмосфера. Мечты об острове свободы становятся реальностью. Финалистом конкурса рисунков, приуроченного к 500-летию города Гавана, награды вручил чрезвычайный и полномочный посол Кубы. Это очень интересная культура. Я потому что живу в Чувашии, и для меня вообще не знакома эта культура. И вот, ну, находясь здесь, почувствовав эту всю атмосферу, я поняла, насколько Куба очень красочна. Куба стала еще ближе. А тем, кто помогает развивать двухсторонние связи, вручили юбилейные медали от Чебоксар. На улицах Чебоксар пушует кубинский праздник, а души у всех чебоксарцев это создает энергетику, желание петь, танцевать, встречать замечательный праздник. Жиль кипит. Перспективы огромные. Куба рядом. Куба близко. Куба рядом. В ближайших планах ответный визит на Кубу. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков и Борис Андреев. Республика.